Казалось бы, после прошлогоднего лета проблема с переполненными мусором контейнерами должна была решиться, но с наступлением туристического сезона ничего не поменялось. Сёла Андреевка, Витеси и Безверхово вновь заполнены тоннами невывозимого мусора. Переполненные контейнеры утонули под завалами из больших мусорных мешков, коробок и прочих отходов. Глава Хасанского района Иван Степанов побывал в Безверхово и лично оценил масштабы мусорной проблемы в селе, живущем доходами от туризма. Присутствуют такие моменты, когда в течение одного, двух, трёх дней мусор просто лежит на площадках таковой и не вывозится. В чём проблематика? Я в первую очередь вижу проблематику в том, что у нас большое количество гостей приехало, и нерадивые фирмы, нерадивые жители, которые принимают гостей, просто-напросто пользуются этим моментом, мусор выносят на площадки ТКО, а никак нигде увеличение у нас не произошло. Справочное, хочу сказать, всего две компании. Обострение мусорной проблемы ежегодно приходится на пик туристического сезона, когда на побережье Хасанского района приезжают десятки тысяч туристов со всего Дальневосточного региона. В этот период объёмы твёрдых бытовых отходов увеличиваются в разы, что значительно превышает возможности регионального экологического оператора своевременно и качественно вывозить скапливающийся на площадках мусор. Всё в наших руках. Если бы мы заключили договора, то оператор видел, что увеличилась потребность машин. Мы сегодня не можем этого доказать, что необходима машина, потому что весь мусор, который вывозится, мы видим, сколько мы в месяц, допустим, в каждой территории производим бытовых отходов. Сейчас увеличилось, уже и лимита нет. И никто договора не заключает. Как отметил Иван Степанов, в каждом населённом пункте оборудованы специальные площадки с твёрдым покрытием и установлены мусорные контейнеры. Региональный оператор подтвердил свою готовность увеличить количество рейсов мусосборочных машин. Дело за гражданами, за частниками, оказывающими услуги гостеприимства, а также за представителями туристического бизнеса. Они должны заключить с экологическим оператором такие договоры на вывоз ТКО, которые будут соответствовать реальным объёмам собираемого мусора. Я думаю, что мы будем жёстко в этом направлении работать, и пусть потом наши жители и руководители этих компаний пусть не обижаются. Пусть для того, чтобы мы будем прикрывать такие учреждения и такие самосильные, будем так говорить, базы отдыха. Основными поставщиками мусора летом являются предприятия, работающие в сфере гостеприимства и сопутствующий бизнес. Базы отдыха, гостиницы, магазины, точки общепита. И если бы все они заключили договора с региональным оператором, мусорного коллапса удалось бы избежать. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Новости Славянки.